разберемся с событиями событиями в млм бизнесе как одним из самых важных инструментов и для масштабирования и для системы и в целом для развития я считаю что непонимание этой темы влечет за собой огромное количество и ошибок и трат времени и в целом разочарование и с другой стороны если вы всерьез обращаете свое внимание на этот бизнес эту индустрию хотите связать свою жизнь с этим делом вам нужно очень внимательно сейчас посмотреть это видео итак события первое мы разберемся зачем они нужны какую роль они выполняют второе почему люди не едут на события почему не удается увлечь за собой команду которая приедет на события и третье как правильно промутировать как правильно приглашать и как сделать так чтобы в вашей команде в разных городах и в разных странах приезжало огромное количество людей на события так поехали первое я считаю что в нашем бизнесе точно так же как и в обычной жизни самая большая проблема это мышление мышление которое у людей не меняется в обычной жизни если вы сейчас проведете такую параллель и мы в целом разделим людей богатые и бедные люди ну в целом да бедные не смысле бедные а бедных плане финансовым вот какую самую главную особенность мы с вами увидим большинство людей если мы говорим в обычной жизни они считают то что очень важно получить профессиональные навыки очень важно самому быть профессионалом то есть какой хороший стоматолог косметолог массажист и так далее и люди стремятся как подороже продать себя продать свое время быть более высокооплачиваемым специалистом все богатые люди свою очередь они всегда думают про тиражирование отметьте себе этот термин тиражирование они думают никакой я хороший стоматолог а какую сеть стоматологии я смогу раскрыть и здесь уже часто совершенно не важно или не настолько важно насколько я хороший стоматолог больше важны мои организаторские качества проводим аналогию с нашим бизнесом когда люди приходят они считают что очень важно овладеть здесь профессиональными качествами и они думают про себя и тем самым они попадают в 95 процентов людей которые так никогда и не перейдут в высшую лигу они никогда не будут зарабатывать выше 1000 долларов потому что в нашем бизнесе доход в тысячу в пять в десять возможен только организовывая команду и запуская систему а большинство людей так и остаются просто продавцами они думают зачем мне ехать на события и этом обучаться я ведь и так эти знания где-то могу получить и они никогда не думают про тиражирование я считаю в этом самая большая особенность и проблема люди приходя в наш бизнес переносят модель поведения и мышления и своей обычной жизни когда я пришел в этот бизнес не было 19 лет где-то сейчас появится фотография с моим началом началом моей карьеры обратите внимание на этого парня среди всех остальных людей которые там находятся этот парень он однозначно он не вызывает какого-либо доверия он не вызывает желание пойти за ним но это если просто сказать более того 5 12 съемных квартир 5 школ в разных городах они наложили свой отпечаток я был некоммуникабельным и необщительным тем не менее к 21 году в двадцати двум годам я достиг 1 топовой квалификации у нас компании и я вышел на чек несколько тысяч долларов где средний возраст людей был вдвое втрое старше меня я начинал город маленьком городке где не было доставки где не было интернет поддержки вообще интернета не было как такового и мне удалось организовать этот бизнес более того мне удалось стать человеком влияния самое главное я считаю что помогло мне это сделать это навык промоутирование события и понимание как правильно работать через события все что я делал это каждые два-три месяца я работал на события приехав на события я работал на следующее событие я не мог объяснить специфику бизнеса я не обладал навыком увлекать за собой людей передавать им видение я был не способен на это но я научился одному приглашать людей на события события выполняла всю основную работу все основные задачи и дело работу вместо меня что у нас на событиях всегда есть первое человек на событии получает точную маршрутную карту как ему необходимо развиваться если вы хотите доехать с пункта а в пункт б вам точно нужно понимать во первых инструменты во вторых цель третье через какие цели вам нужно проехать в данном случае очень четко вы можете просчитать когда вы выйдете выйдите на доход тысячу две пять или десять тысяч причем с детальным пошаговым планом и более того даже просчитать когда конкретно это можно сделать с разницей плюс-минус 3-6 месяцев я считаю это очень важно вначале второе овладеть базовыми навыками где брать людей как работать со списком как работать с рекомендациями как расширять свою аудиторию и делать так чтобы я не навязывался а люди сами этим интересовались не продавать навязывать и проталкивать отбирать людей которым это нужно это навык которому необходимо научиться как работать через интернет как выходить на новые страны через интернет я считаю это очень важно следующее как вести переговоры как вести встречи как масштабировать бизнес как выстраивать взаимоотношения очень многие люди смотря на наш бизнес они увидят очень видят его очень однобоко вот я должен ходить предлагать рассказывать это всего лишь айсберг это часто это представление искаженная наш бизнес очень многогранен как масштабировать как выстраивать взаимоотношения как углубляться как делать так чтобы бизнес работал без твоего участия это все понимание системы так вот именно на событии вы получаете всю основу этого бизнеса несколько моментов с точки зрения самого формата и отношения любой из тренингов которые сегодня есть свободном доступе ну вы можете пойти и заплатить деньги одна из основных задач спикеров те кто организовывает эти мероприятия их цель заработать денег так всегда было есть и будет все события которые мы проводим для наших команд и в целом в млм индустрии они служат развитию людей я никогда не зарабатываю с событий соответственно если люди приезжают я мать промутирую это событие и у меня нет цели заработать тогда вопрос зачем а цель 1 дать моим партнером инструменты которые позволят им дальше развиваться и масштабироваться соответственно дается только практика дается только то что работают и на сцене выступают исключительно люди которые в росте в развитии и в энергии сейчас находятся любой человек попадая на события он собирает для себя истории которые для него близки кого-то абсолютно не включает молодой парень такой как я уже не совсем молодой до 30 лет это все-таки определенный уже возраст хотя тем не менее кто-то старше возраста и ему нужны люди которые похожи на него 40 50 60 70 лет вот как этот пенсионер ему удалось построить бизнес в разных странах и выйти на доход в десятку интересно же согласитесь или как вот эта девчонка 18-летняя она сделала свои первые шаги зарабатывает больше чем ее родители а как вот этот вот вот эта женщина которая живет в селе вдали от цивилизации как у нее бизнес пяти странах уже сейчас работает пересказать невозможно в книге невозможно это получить это только нужно побывать на событии для того чтобы насытиться всеми этими историями и опять же это все то что происходит на событии следующее что важно понимать для меня всегда когда я говорю с партнерами я акцентирую внимание на очень важную вещь в нашем бизнесе как и в обычном есть такое понятие как инвестиции в бизнесе мы вкладываем деньги в обычном в нашем деньги тоже но больше времени энергию знания и опыт я очень часто делал неэффективные инвестиции я вкладывал время в людей которым это не нужно было синдром матери терезы можете себе его отметить записать что ли может быть кого-то он касается что это значит ты хочешь помочь всем кто нуждается они тем кто способен проявиться как определить одних от других все хотят если я покажу сейчас свой инстаграм свою жизнь где путешествую потенциально все так хотят жить быть свободными с достатком ездить на классной машине жить в своем доме но как понять кто готов делать эти первые шаги для меня события это индикатор если человек едет вместе со мной на события он по сути проявляется и заставляет обратить мое внимание на него чтобы я начал в него вкладываться чтобы я обратил на него внимание и прошел с ним этот путь длиной в два в три в четыре года ведь это основная суть нашего бизнеса вкладываться в людей в нужных людей и поэтому когда мы говорим о событии первое я всегда проговариваю давай сэкономим время то что я тебе буду рассказывать течение полугода тет-а-тет на события где-то вот в индивидуальном общении ты получишь за один тире два дня и это самое главное что необходимо сделать для того чтобы начать в этом бизнесе действительно развиваться все ваше развитие будет разделено на два этапа этап до и этап после до это до события это подготовка могут быть разочарование может не получаться люди могут не слышать после события все может реально поменяться поэтому я так считаю что старт это именно первое событие на которое вы попадете а теперь следующий момент вернемся к вам с вами моменту богатые бедные люди и вот это вот грань которая их отличает одна из самых главных особенностей все люди которые так и не получится у них перебраться в квадрант вот богатых людей чем они руководствуются они руководствуются я поработал где моя зарплата это первое и второе а сегодняшним днем бизнесмены и богатые люди они всегда умеют инвестировать они не считают чистую прибыль без понимания что я должен вложить чтобы это получить так вот в нашем случае то же самое в начале ты должен инвестировать в себя в свой мозг свои знания измениться попасть на событие и потом уже ты получаешь результат который позволяет тебе развиваться я думаю я достаточно внятно объяснил насколько это важно с точки зрения событий почему вам непосредственно нужно быть а для того чтобы этот бизнес масштабировать и для всех людей которые уже в теме бизнеса мы с вами должны понимать что одно дело когда ты управляешь маленькой сетью в 35 в 10 человек вопрос а когда появится 20 30 50 или больше 400 партнеров как в моем случае как сделать так чтобы система работала без меня только через систему событий в разных регионах и в разных странах я считаю что это самый главный инструмент для масштабирования бизнеса и последнее но самое важное когда мы проговариваем события всегда я встречаю одни и те же фразы я не могу потому что у меня семья у меня забота у меня работа и так далее что я могу сказать в этом случае всегда мы руководствуемся двумя принципами одним или вторым первое мы движемся либо к цели и находим способы для того чтобы двигаться к ней либо если у нас нету явной цели мы всегда будем идти по пути снятия напряжения говорил это уже в определенных видео я считаю что всегда вопрос приоритетов если тебя все устраивает если тебя устраивает работа устраивает заработок устраивает качество жизни ничего менять не нужно оставайся там где ты есть и не нужно ехать на события всегда так и говорю можешь не ехать пускай все будет как было но если это во первых вы досмотрели это видео до конца вы в принципе вам близка тема бизнеса и вы реально хотите здесь состояться вы должны понимать что иногда нужно переступить через не могу и найти тот один шанс из тысячи чтобы действительно быть на событии одна из историй приходом моего партнера бизнес наталья попенко которая является одним из топов сейчас при первой встрече я хорошо помню когда я с ней общался что она мне сказала она мне сказала саша я не могу ехать на события у меня записи у меня много клиентов я косметолог я много зарабатываю а этот день для меня очень важен я не могу поехать и тогда я наталья задал один вопрос и говорю наталья скажи мне а что изменится ли твое отношение если я скажу ты поедешь на событие я тебе на стол положу 5000 евро вот просто наличкой за то что ты просто поехала ты поедешь на событие это конечно поеду и ты мне только что говорила что ты не можешь у тебя за так ничего страшного подождут клиенты ничего без меня еще пропадут что ли легко то есть игру наталь давай перефразируем она меня останавливает и говорит саша я поняла я буду на событии что она поняла она поняла что она готова разово все отменить перевожить отменить на потом ради сиюминутного заработка помните мышление бедное и она не готова поступить как бизнесмен сегодня инвестировать свое время чтобы иметь ежемесячный доход больше 5000 евро который поменяет все качество ее жизни именно поэтому тебе там сто процентов нужно быть второе нету денег если нету денег я когда-то услышал ответ одного из моих наставников этом бизнесе он сказал такую фразу саш если нету денег ты тем более там должен быть потому что иначе деньги и не появится сделай все возможно чтобы быть на этом событии отнесись нему как инвестиции отнесись к нему не просто как инструменту поразвлекаться что-то новое услышать а реально как инструмент который позволит тебе в дальнейшем все поменять и действительно быть свободным чтобы передвигаться туда куда хочешь и когда хочешь в конце концов люди которые мне говорят саш я не уверен я не знаю я попробую я говорю последнее если ты захочешь ты подстроишь весь свой график чтобы туда попасть представь что ты выиграл предположим лотерею и лотерея с путевкой на мальдивы которая стоит от 12 до 15 тысяч евро на на семью предположим найдешь ты время если вылет первого числа подтасуешь ли ты свой график и обстоятельства чтобы там быть человек говорит конечно смогу я говорю поэтому вопрос не могу или нет а вопрос хочу я или нет понимаю я важность этого или нет итак друзья мои мы с вами поговорили о самом важном инструменте в нашем бизнесе это событие мы поговорили зачем они нужны мы поговорили почему люди не едут на события и самое главное я привел вам аргументы и примеры как я проговариваю о событии и почему там необходимо быть запомните о событии можно просто информировать просто говорить а можно Промутировать, купить для себя Важность этой идеи и сделать все Чтобы ваша команда была там Если это событие повлияло на ваше понимание События, либо какие-то вы для себя Взяли инструменты, напишите об этом Комментарии, для меня это будет очень важно И до встречи в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok